Всем привет! С вами Атья и сегодня у нас продолжение от Джек Итальянса. У нас каждый день Джек Итальянс. Каждый день Джек Итальянс. Это круто! Мне кажется, это круто. Кто считает, что это круто, это круто. Так, ладно, давайте продолжать. Мы закончили на том, что у нас тренируется ополчение в госпитале. Ну давайте его доучим, добьём уже. Я пока расскажу что-нибудь вам интересненькое, такое весёленькое. У нас, как помните, напали немножко на Камбрию, но ничего, мы отбились без проблем. Но у нас опять хотят напасть на Камбрию, так как тут большой отряд гуляет. Кстати, как там дела у гвоздя? Стоп. Далее. Давайте ещё одно ополчение тогда тренируем, чтобы здесь было побольше солдата. И посмотрим, как там у хамуса автоматы все вычинены. Всё вычинено, доспехи, то есть броня вычинена. Так. Ага. Ну то есть почти всё починил у нас. Молодец гвоздь такой. Из таких людей гвозди надо делать. Ну ладно, совсем чуть-чуть осталось доучить это ополчение. Потом мы посмотрим, что у нас нового появилось у торговцев. Посмотрим, не пришёл ли сюда Девин. Всё-таки он должен приходить именно в этот сектор, насколько я помню. И он сидит там то ли в магазине, то ли в таверне, то ли в баре. Где-то он там сидит постоянно. Может в аптеке вообще. Но в аптеку мы попасть не можем по некоторым причинам. Или можем уже, или попали. Я не помню. Это когда было? У меня это было вчера. У вас, наверное, неделю назад. Я не помню, с какой динамикой у нас выходит серия. Я закончил. Ну всё. Не будем больше ничего... Ничего тут тренировать. У нас и так... Неплохо. Ну, конечно, неплохо. Это у нас всё могут порвать. Хороший отряд. Но порвать могут и совсем хорошо всё. Блин, я не знаю, что я болтаю тут. Короче, могут порвать и совсем когда-то сюда элит... Блин. Я сорвался с мысли, что говорил. Так что, ладно, забудем об этом. Хорошо. Стрёмный... Так, всё, хомус. Хорошо. Что нам нужно? Нам нужно сначала посмотреть, что новенького появилось, например, у Бобби Рея. Так, сайты. Бобби Рей. Может быть, у него появились хорошие вещи. Начнём, конечно, с ЖСБУ. У него... Ничего пока что полезного в БУ нету. А само оружие. АКС-74У неинтересно. МП-5, МП-53 и Тип-85 нам тоже неинтересны. У нас есть теперь оружие, которое бьёт гораздо дальше и сильнее. Вот это мы хорошо зашли Конечно, еще возьмем себе экспансивных патронов На всякий случай, если вдруг у нас будет свободное место И все-таки такими патронами будут лучше отбиваться от кошек Если на нас нападут кошки Возьмем еще себе вот таких вот патронов Каких еще? Пока они есть, будем брать вообще все Ммм, НАТО 7,62 Да давайте их возьмем Все равно их дефицит, когда-нибудь настанет А денег у нас, вон, смотрите, сколько Четверть миллиона уже скопили Так что ничего плохого в этом нету Кевларовые шлемы, стальные, легкий манжилет Нет, это нам не интересно Что тут? Дымовая шашка Ну ладно, купим пару дымовых шашек, естественно Пару противогазов, солнечные очки Фомку еще одну Аптечек Набор инструментов Ну, короче, все Все, что надо было, мы закажем Драссен Посылка на 12 тысяч Хорошо Экспресс-доставка 35 килограмм И это почти все патроны Вот это называю здорово Это самое настоящее здорово Ах, разомнем шею Так, хорошо Эмм Может быть мы можем нанять себе нового аимовца Например, кто нам нужен? Вики Лен Этим шансом я не возглавлю Эх Ты не знаешь, что ты теряешь, Лен Так, кто у нас тут? Сова с хорошей меткостью Эээ И с хорошей ловкостью Или Хиггенс с высоким Да, конечно же Хиггенс Ну, они оба Хиггенса Но нет, не хочет еще Все-таки пока что еще не созрели они для нас Считают себя недостаточно крутыми Я их не виню Так, у нас Фидель есть Неплохой такой персонаж, но Все-таки, мне кажется, Айс будет более полезен Но и он не хочет пока что Хорошо Хотя, что хорошего? Плохо, все плохо Так, Аэра, транспорт Вертолет Вертиберт Ох ты, блин Летим в Сангону Хорошо Аэра выходит Сразу во второй отряд Так, вы Все Первый отряд Так Значит у нас Санмона Хорошо Что у нас есть у торговцев Санмоне У Тони Ой, точно Альт Вечно с этим Альтом проблемы Но это такой баг игры Когда выходишь из игры Альт-табом Ах, понятно Тони нету опять Ну ладно Транспорт, вертолет Это Скайрайдер Куда Обратно Домой Понял Вот так Прибыли, капитан Хорошо Аэра Сражаться Отряд 1 сначала Ай Отряд 2 сначала А потом уже Обучение Тренинг Тренинг И Конечно же Лидерство Единственная Характер Да блин Какая механика Обучение Тренинг Лидерство Единственная характеристика Которая ей Действительно нужна Эх Хорошо Значит Вертолет Нафиг Угу Вы, ребята Зайдете вот сюда Нам срочно Нужно найти Девина Я здесь И поторговаться С этим Мужичком Ах Как я тут Путаюсь По черному Но ничего Здесь К счастью Загрузки Почти моментальные Ээээ Гвоздь Хорошо Где у нас Торговец был Сначала Первый Эээ Первый торговец У нас Где-то Был здесь По-моему Вот здесь Именно Так Кто у нас Тут самый Говорун Отлично Это ты Хорошо Ну че Кит Рассказывай Запомни Приятник У меня Лучшие цены Если что-то Нравится Угу Противогазы Это хорошо Нам потом Пригодятся Когда-нибудь Но Не сейчас Ну все Можно сказать Мы уже Купили Что нам Требовалось Конечно На пользу Пошел бы еще Еще Хотя бы Один прибор Ночного видения Так Ты у нас Не то А Гвоздь Тут заперлись Ящики Это значит Это значит Что там В них Что-то Могло Появиться Так Дэвин Тут не заходил Мужик А где Может быть Дэвин Ну явно Не здесь Может он Все-таки В кафе Слушаю Черт возьми Я не знаю 5.56 5.56 Хорошо Есть Это аптека В фармасе Все вечно Запирается Вообще Людям не доверяют Что за люди Да Ё-моё Давай же Отлично И эти ящички В них У нас Камуфляж Дротик Ну да Мы заберем Эти припасы Когда-нибудь Регенератор Аптечка Такое ощущение Что я это уже Все делал Так Ладно У вас Дэвин Тут не водится Случайно Какой-нибудь Опа 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 Зовут меня Дэвин Конн Вам повезло Что вы меня Повстречали Ага Заметьте Что мои товары Разрываются Только когда Вы Этого Захот Хорошо Да Все только Самое лучшее Самое лучшее Блин Да Я вижу Просто охренеть Какое лучшее Хорошо У меня есть для вас Одно И поэтому я здесь Все сведения Вот Давай А вот еще что Живы Хорошо Мачете нам Пока что не нужен Как же ее использовать Может она сразу же В лаптопе Данные В розыске Номер 1 Этого я не видел Подожди-ка А это Сучайно Не та Раристка Из Санмоны Мне кажется Она Награда 20 тысяч Ну знаете Не кисло Так Этого Не видел Этого не видел Этого не видел Этого не видел Хорошо 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 Да Жесть Что у Девина Нет хороших товаров Сегодня Но ничего страшного Ладно Дискетку выкинем Нафиг Она нам не нужна Пока что Мы все Поспим И ночью Естественно Выдвинемся Опять Далее Заходу Да е-мое Да вы задрали Ну ладно Хоть так Потом надо будет сюда послать Айро Снова потренировать Ополчение Ох Да они решили отбить Обе ПВО разом Но к счастью Безуспешно К счастью Для нас конечно же Так Уже ночь А я что-то тут Кукую стою Хорошо Давайте захватим И этот сектор Наконец-то Вас понял Хорошо Я не сомневаюсь Да-да Молодец Перейдем в сектор Ох Этот наверное Будет Очень неприятный Сектор Да Значит наступаем Вот отсюда Гость сюда Лава сюда Стрёмный сюда Хотя гость с вами такая будет Те кто без приборов Ночного видения Я буду стрелять По тем Кто будет бродить Вот здесь где-то На всякий случай На всякий случай Подсветим вот здесь Хорошо 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 Так, вы у нас с прибором ночного видения, значит вы можете бродить там, где темно. На юго-западе у нас шум. Хорошо, кто-то из вас должен пошуметь. Пускай это будет паук. Окей, раскрасим город красным, вражеской кровью. Хорошо, давайте пострелим вот этого гада, чтобы не было паводно. Отлично. Значит они сейчас уже будут идти к нам. Целой толпой. Здесь противники расположены так, что каждый прикрывает каждого в самом начале боя. Поэтому сейчас кто-то обязательно за ним прибежит. Хорошо. Вот, видите? Этот мужик прикрывал вот этого. Значит не всегда ходят по двое, по трое. И это облегчает нам выполнение ночных миссий в разы. Зато сильно усложняет дневные миссии. Поэтому я буду чаще сражаться все-таки ночью. И поэтому я хочу, чтобы у каждого моего бойца был прибор ночного видения. Так, хорошо. Хамус слушать. Слушай. Потихоньку продвигаемся вот сюда. На всякий случай. Так, гвоздь если что будет... Прикрывать вот эту сторону. Хорошо. Пошумим. Так, ладно. Интересно, сколько здесь солдат? Я думаю, не больше десяти. Хорошо. Здесь противников видим очень далеко, но, блин, дерево мешает. Ах ты. Ах ты, ай-яй-яй. Ну ничего, сейчас он, скорее всего, выйдет на гвозде. Если он захочет нас обойти. Так что у нас все схвачено. И человеки не все уйти. Слушай внимательно. Сейчас начнется. В какой-то мере я спокоен. А нет. Все же решил пойти на нас. По прямой. Все-таки он оказался не самым умным. Ну ладно. Его же проблема. Хорошо. Они на нас идут прям как... Прям к нам... В ловушку. Эх, здорово. А что у них пока что нету приборов ночного видения? У врагов я имею в виду. Замечать. Да что такое? Почему патроны не заряжаются там по-нормальному? Ничего. Потом сейчас нахимичим что-нибудь. Слушай. Команды мы еще не покончили. Никому ушами не хлопать. Так. Вот так. А то что-то они вздумали. Магазины менять. Это ж невыгодно. Что у нас тут творится мы не знаем. Но я надеюсь нас... Даже без стелса никто не слышит. Так. Тут уже слишком опасно. Где бы мне их найти всех? Так. Хорошо. Тоже вариант. Значит, стрёмно у нас будет прикрывать вот эту сторону. Да, вашу мать. Это жикарно. Совсем шикарно. Так. Слушай внимательно. Молодец. Угу. Да, да. Это я уже помню. Ты когда-то такое говорил даже. Я помню. А где труп? Да, сэр. Ну, ладно. Нам-то этот труп не нужен. Нам нужно то, что из этого трупа могло выпасть. Ой-ой-ой. У этого какая-то винтовка. Хорошо. Винтовки я люблю. Винтовки иногда выпадают. Я еще не всех. Я еще не всех. Слушай внимательно. Так. Пройдем вокруг на всякий случай. Здесь у нас ничего нету. То есть никого. Вас понял. Хорошо. Да, сэр. Слушай. Окей. Раскрасим город. Ой, а это уже слишком близко. Но все же... Вот это здорово. Слушай внимательно. Все же не с ней оказалось проблемой. Слушай внимательно. Обожаю СКС. Слушай внимательно. Отличные винтовки. Я слышал шум. Но нас кто-то хочет выйти с юга. Это вполне логично. Так. Слушай. Ладно. Пауки хамус. Идем дальше. Кто-то есть на югу. Видимо это просто торговец из этого магазинчика, но... Слушай. Но вдруг... Так. На свой же свет не выходим. К сожалению, он нам не пригодился, но тем не менее... Так было гораздо спокойнее. Я слышал шум. Да-да. Я помню. Сейчас мы проверим, что это за шум. Есть. Так. Есть. Ничего такого. В домике и никто, и никого. Это еще что. Магазин 45-го калибра. И что, и все? Да уж, не густо с вас выпадает. Ребята, совсем не густо. Здесь выпадают в этой версии, естественно, не все предметы. Что хорошо это или плохо, ну даже не знаю. Для баланса это, конечно же, хорошо. Но... Иногда обидно. Слушай внимательно. Так, тут светло слишком. Меня это напрягает. Опа-опа-опа. Опа-опа-опа. Раскрасим город. Крашеская кровь. В этой долбанной пусте... Слушай внимательно. Я не знаю ни одного долбанного патрона. Что там? Огу. Келларовый шлем. Да, весь всякий мусор. Патроны, аптечки. Не, конечно, я там на все пригодится. Слушай внимательно. Я это все большими порциями заказываю у Боби Рея. Я не всех добила. Я слышал, что... Слушай внимательно. Кто-то нас где-то видит. От черт побери. Пора выносить музыку. Ой-ой-ой-ой-ой. От черт побери. Слушай. Слушай внимательно. Это плохо. Слушай. Это очень плохо. Слушай. От черт побери. Хорошо, вышел на нас все-таки. Некоторым это просто дает. Да, уже 91 меткости. Это очень хорошо. Слушай внимательно. Это даже шикарно. Так, мы его добили. Вот и все. Слушай внимательно. Хорошо. Ну, к счастью, мы потеряли не так много. Немного здоровья. И это практически не скажется на эффективности в бою. Так. Слушай внимательно. Здесь что-то есть. Магазин 556. У тебя ничего. Жопошник. Эм. Эм. Слушай. Ладно. Слушай. Куда-нибудь сюда. Блин, это уже становится немножко напряженным. Слушай. Хорошо. Здесь у нас вполне может быть кто-нибудь сидеть. Но мы будем надеяться, что этого не будет. Так. Хорошо. Здесь достаточно все освещено, поэтому... Без приборов ночного видения здесь выжить можно. Да. Хорошо. Но то, что паук сидит спереди, мне это не нравится. Абсолютно не нравится. Об этом я, видимо, еще говорил в прошлой серии. Хамус слушает. Ай-яй-яй-яй-яй. Мисклики. В прошлой серии из-за мисклика чуть не помер хамус. Хамус слушает. Хорошо. Хамус будет сделать. Хорошо. А это уже не очень хорошо. Да. Хорошо. Так. Шум, идущий из запада. Слушай внимательно. Пойдемте проверим, что за шум, идущий из запада. Слушай внимательно. Так. Тут у нас сундучок. Это хорошо. Это у нас какой-то магазинчик. Судя по всему... Ох ты, блин. Вот не нравится мне эта локация тем, что здесь очень неудобно искать противников. Особенно ночью. Слушай внимательно. Так. Он захотел нас обойти. Ну ничего. Флаг ему в руку. Совершенно уверенно. Помните. Где-то прячется, по крайней мере, один из них. Есть. Он выйдет либо отсюда, либо отсюда. Но все же решил выйти отсюда. Ладно. Хорошо. Не поймут, его не вообще переходили. Что это, черт возьми? Так. Тут патроны Е7-62. Российские. Хорошо. Этот магазин надо бы скомбинировать вот с этим. Хорошо. Зарядим. Ой-ой-ой. Магазин. Так. И... Да, у гвоздя все в порядке. Ладно. У кого-нибудь оставим. У лавы. У него все равно меньше всего этих патронов. Хотя не, меньше всего у гвоздя, но у него и места это нет. Так, фляжка. Фляжка, естественно, гвоздю, потому что у нас гвоздь постоянно пить хочет. Так. Ну, патроны. Хамусу. Аптечка кому нужна? Не нужно подлечить под аптечку, а? Да е-мое. Че ж все так сложно? Так. Хорошо. Аптечки пол... Да е-мое, аптечки полные. И у лавы, кажется, одна из аптечек уже пустеет. Так, хорошо. Очень хорошо. Теперь что у нас надо? Теперь нам надо гвоздем обыскать все дома. Где-то у нас гвоздь. Хорошо. Вот. Здесь у нас может что-то быть интересное. Проверим ловушки. На замке нет ловушки. Хорошо. Дьявол. Дьявол. Эх, зря монтировку ломать только. Хорошо. Здесь никого, видимо, да? Дьявол. Эх. Галяк. Галяк. Есть. Фигово. Видимо, если здесь жил бы какой-нибудь террорист, то в этом сундуке явно лежал бы какой-нибудь крутой ништяк. Но, как видите, нет здесь крутых ништяков. Так, кто у нас кто? Никто. Хорошо. Да ё-моё. Хватит мне загораживать дверь. Женщина. Есть. Так. Этот домик проверим. Что вообще может быть похоже на что-нибудь? Где есть что-нибудь? Галяк. Здесь ничего. Есть. Здесь ничего есть, как говорит гвоздь. Эм. Ну, здесь вполне может быть что-нибудь, но мне лень как-то туда идти уже. Здесь тоже. Это у нас кто? Это у нас простой небес. Значит, ты не будешь огорчаться. Хорошо. А то, что я возьму твои деньги, тоже не будешь огорчаться? То, что я их положу тебе в карман тоже? Хорошо. Золотой ты человек. Эээ. Безымянный мужик. Ой, да ладно, обойдём. Да ё-моё. Есть. Так, как у нас там с лояльностью дела? Уже 43 лояльность. Да, было бы гораздо больше, если бы у нас не захватывали... Надо завязывать с пивом и сигаретами. Ну ладно, отдохнём чуть-чуть. Хорошо, отдохнули. Ээээ. Хе-хе-хе-хе. Тут голяк. Есть. Сразу видно. Есть. Здесь у нас... Есть. Да, нам срочно нужна новая монтировка. Дьявол. Эээ, ломаем, 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 ломаем. Дьявол. А, я врубаюсь. Молодец. Прокачивает силу. Есть. Есть. Много силы никогда не помешает. А, это вообще какая-то беспонтовая локация, как... Как я вижу. Ничего здесь полезного нету. Это печально. Печально, печально, печально. Так, ну, значит, чем мы будем заниматься? Ну, естественно, продлим контракты. Очень хорошо. Нет. Эээ, как здорово. Ну, ладно. Хорошо. Значит, стрёмный. Обучаешь ополчение. А, у кого высокое лидерство ещё? У лавы или гвоздя? Всё-таки у гвоздя. Хорошо. Тренировку ополчения. Лава. Обучение. Ученик. Медицина. Ого, у неё уже 28 медицины. Это хорошо. Обучение. Учитель. Медицина. А хамус... Ну, просто хамус. Как несложно догадаться. Я думаю, вот это вырежу. Всё это... Всё это тренировка ополчения бесполезная. Так, ну вот, ополчение мы тут натренировали. Помешаем их немножко. Чтобы было всё здорово. Хорошо. Уже 49 лояльности. Меня это радует. В какой-то мере. И смотрите, у Лавы уже 35 медицины. Она уже крутой медик становится. Меня это радует. Лаве иногда приходится прикрывать стрёмного. И если у него высокая медицина, то это... Сказывается хорошо на здоровье нашего главного героя. Именно стрёмного. Так, хорошо. Значит, у нас тут пришло какое-то сообщение. Видимо, от Бобби Рея. Да, товар доставлен. Это хорошо. Давайте посмотрим, что у него ещё появилось в магазине. Вещи БУ. Противогазы БУ? Не, нам неинтересно. Мы лучше сразу новые купим. У него появились новые пушки. СПАС-15. Да и ничего особо интересного не появилось, короче. Русские патроны. Скупаем в промышленных масштабах просто. Остального у него больше ничего не народилось. Хорошо. Что нам ещё понадобится? Ну, ещё парочку противогазов. У каждого пускай будет по противогазу на всякий случай. Это хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Значит, Драссен. Экспресс-доставка. Доставить. Хорошо. Аэро. Транспорт, вертолёт. Это Скайрайдер. Куда летим? Да, мы летим в Сан-Мону, естественно. Понял. Проверим, не приехал ли Тони наш. Прибыли, капитан. Товарищ. Так. Аэро. Сражаться отряд один. Ой, отряд два. Аэро. Включаем аэро. Идём в Сан-Мону. Что-то мне рассказывает, что всё равно Тони ещё не вернулся. Слишком рано для его командировки. У него командировки длятся по пару недель, но... Но вдруг. Вы, наверное... А, не, есть всё-таки. Это здорово. Чем нас порадует Тони? У Тони обычно хороший аж сэклимент бывает. Так, ещё одна СКС-ка. Давайте купим СКС-ку. Да, просто так. Шоковая граната. Пригодится. Магазин 5.45. Пока что нам это не интересно. Это у нас усыпляющий дротик. Тоже как-то не очень интересно. И модулей никаких нет. Что-то... Хорошо... Замечать? Это мы всё выгрузим где-нибудь в Кам... Ой, не в Камбрии. А в Драссене. Так, значит... Транспорт. Вертолёт. Куда? Вот сюда. Опять напали на Камбрию. О, и большой отряд. 11 человек. Но ничего. Жить будем. Наверное. Прибыли, капитал! Так, прибыли. Айра. Сражаться отряд 2. Выкидываешь всё своё барахло новое. Вот сюда. Хорошо. Хорошо. А, и продолжаешь, не знаю, обучаться лидерству, что ли. Так, хорошо. Наш отряд. Опять сходит вот сюда, глянет, как дела у нашего товарища Девина и Кита. Ой-ой-ой, не туда зашёл. Как дела у наших товарищей Девина и Кита? Так, Девин у нас всё-таки тусуется именно в закусочную. Я помню, что он где-то тут. А где именно? Вот не помню. Так, здесь у нас ничего не отреспавнилось. Ну ладно. Эх, хе-хе-хе-хе-хе-хе. Я думаю, скоро можно будет закончить уже на Камбрии. Совсем скоро. Так, дверь закрывается автоматически. Это хреново. Вон Девин. У Девина часто должен обновляться ассортимент. Не, нам этого пока что не надо. К тому же у Девина цены выше, чем, например, у Бобби Рея. Или у Тони. Вас понял. Так что... Извини, братюня, но... Вас понял. Не заинтересован. Так... Фух... Хм-хм-хм... Интересный такой бар. С бочками. Хотя это, наверное, не бар, а этот винный магазин. Так, Кит. Ну, Кит. Что у тебя есть? Запомни, приятник. У меня лучшие цены. Если что-то нравится, дай мне знать. Конечно, нам Фомка нужна. Критично нужна нам Фомка. Не найти меня. Да ё-моё, я забыл купить. Запомни, приятник. Хорошо. А, Фомку эту выкидываем сюда. А, и... Да ё-моё. Вот так. И у гвоздя меняем. Отлично. В гвоздя новая Фомка. И это, мне кажется, очень хорошо. Хамус будет сделан. Конец пути. И знаете что? На этом, наверное, закончим вот эту серию. В следующей серии мы, наверное, уже будем вторгаться в шахту Драссена. Самый важный... Ой, в шахту Драссена. В шахту Камрии. Самый важный пункт в этом городе. Потому что он даёт нам... Будет давать нам много денег. Потому что Камрия, она достаточно богатая. Вот бы ещё лояльность была 100%. Мы вообще бы обогатились. И я надеюсь, после этого момента с нами согласятся работать некоторые наёмники из АИМ. Так, подождите, мы сохранились, да? Да, сохранились. Хорошо. Ну ладно, с вами был Атси. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok